Детское радио представляет Загадки большой энергии Тепло, свет, движение, вся жизнь — это энергия Она существует вокруг и внутри нас Ею пропитан весь мир В ее загадках берется разобраться шестиклассник Миша, который ходит в кружок юного физика А поможет ему в этом верная подруга, обыкновенная батарейка, которая живет в его мобильном телефоне Да-да, не удивляйтесь, вместе они способны раскрыть любые загадки Энергия Солнца Наконец-то я дома Целых пять уроков отсидел Потом еще кружок Так есть хочется О, смс-ка от мамы пришла Миша, суп в холодильнике Разогрей его в микроволновке Не забудь сделать уроки Не хочу я этот суп Я его вчера ел Где-то шоколадка была Я помню, там еще половина оставалась Точно! Ой, Миша, ты же ее на подоконнике оставил Забыл, что ли? Вечно ты свои вещи разбрасываешь, а потом найти не можешь У меня в школе уроки полдня А потом кружок юных физиков Еще и домашку делать Когда мне за порядком следить? Это у тебя батарейка забот нет А кто без меня? Твой телефон электричеством снабжать будет? Я все это время работала Пока, помнишь, мама тебе звонила Потом дедушка Потом ты решил поиграть Потом музыку послушать А я, 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 я разрядилась совсем Ладно, ладно, поставлю тебя заряжаться Ой, ты только посмотри Что с моей шоколадкой стало? Она растаяла Такая мягкая стала Хорошо, что она в обертке А то бы вытекла вся на окно Конечно, шоколадка растаяла Ты же ее на подоконнике оставил почти на целый день Она и нагрелась Положи ее пока в холодильник Подожди, батарейка Если шоколадка нагрелась Значит, у нее тепловая энергия появилась А откуда, если она на одном месте лежала и не двигалась? И могла же энергия просто так взяться Нам в кружке юных физиков говорили Что энергия не может из ниоткуда появиться Ты посмотри внимательно Где твоя шоколадка находилась, Миша? Родители выбрали для тебя самую светлую комнату в квартире Ты оставил недоеденную плитку на подоконнике То есть в самом светлом месте своей комнаты И что? А то, что бедная шоколадка Еще и в темной упаковке Пролежала на солнышке весь день Пока ты получал, но не получил все знания в школе Наверное, в солнечных лучах Есть какая-то энергия Она в шоколадке в тепловую и превратилась Вот и растаяла твоя плиточка от этого А в лучах-то откуда энергия? Как откуда? Из солнца? Ну, наверное Солнце Это же звезда Огромный раскаленный шар А на солнце откуда энергия? Я как-то не думала об этом А как она до земли добирается? Кто ее переносит? Ну, не знаю Может, солнечные лучи помогают в этом? У тебя от голода столько вопросов Наверное, свет может приносить энергию Ведь ночь уже темно и холоднее становится Да, точно, я понял Солнечные лучи как-то энергию переносят И всю нашу планету обогревают И океан, и воздух, и землю Мне самому тоже всегда нравится на солнышке погреться Ты, Миша, на все готов? Лишь бы ничего не делать А мне вот нельзя на солнце Я сломаюсь, если ты меня, как шоколадку Под яркими лучами оставишь Я работать потом не смогу Ой, даже не знаю Как ты без меня справишься? А я солнечную батарейку себе найду Она, наверное, не такая вредная окажется И заряжать ее не надо будет На солнце положил И она сама наполняется энергией А что ты будешь делать ночью? Или когда тучи на небе Она же не всегда тебе энергию сможет давать И это, скажу тебе по секрету Не совсем батарейка Да, она солнечную энергию в электрическую превращает Но не запасает Хранить электрическую энергию все равно нам Аккумуляторным батарейкам Да? А интересно Солнечную энергию можно как-нибудь сохранить? Чтобы летом ее запасти побольше А зимой понемногу использовать Хм, зачем это? Электрический свет тебе уже не подходит? Лампочка или фонарик? Ну не знаю Какой-то он искусственный Загорать под лампочкой не получается же Хотя она ой как нагревается, пока работает У нас кошка всегда на мой письменный стол Под лампу бежит и греется там Обычная лампочка вообще электричество неэффективно тратит Хе-хе 90% электрической энергии Она на тепло направляет А в энергию света Только 10% превращает Ты сказала энергию света? А что это такое? Ну, ну не знаю Это я просто в интернете прочитала Так может вот эта самая энергия света в тепловую энергию превратилась? И шоколадку мою растопила? Тогда странно получается На подоконник ведь свет тоже целый день падал Почему он тогда не нагрелся? Это как раз совсем просто, Миша Ты где-нибудь видел черные подоконники? Их специально делают белыми Чтобы они солнечный свет, который на них падает, отражали А шоколадка твоя в темной упаковке И поэтому она ничего не отражала, а только поглощала И вся энергия поглощенного света перешла у нее в тепло Так вот почему шоколадка-то расплавилась По той же причине и грязный снег быстрее тает, чем белый Свежий снег аж блестит на солнце Но не тает, потому что вся энергия света от него отражается Да-да-да Летом в черной машине жарче, чем в белой Поэтому фольгой лобовое стекло покрывают Или на окно крепят в солнечную погоду Чтобы свет от нее отражался И в машине не так жарко было Да и ты сам летом в черной кепке или темной футболке на солнце не выходи А то тепловой удар получишь Будет тебе потом Тепловой удар? Это кто меня ударит? Солнце, что ли? Хм, солнце, солнце Так я ему могу и сдачи дать Ха-ха-ха-ха Как ты это делать собрался? Солнце, оно же далеко В 150 миллионах километров Ого, я и не знал, что так далеко Это настолько далеко, что даже свет целых восемь минут от Солнца до Земли летит Кстати, с самой большой скоростью во Вселенной И между прочим, во мне электричество с той же скоростью передвигается Вам, людям, такая быстрота даже и не снилась Слушай, батарейка, а если Солнце так далеко, то почему мы вообще его видим? Солнце в тысячи раз больше Земли Оно настолько огромно, что даже с такого расстояния хорошо заметно на небе И поэтому оно влияет на всю нашу планету И нагревает океан, и влияет на климат, и даже на шоколадки Ух, откуда у Солнца такая энергия? Ну и вопросов ты мне назадавал Тебя что, в крушке юных физиков не учат ничему? Учат, учат Вот давай нашему руководителю позвоним и у него спросим Ты только поешь чего-нибудь уже А то удивительно, у тебя от голода только больше вопросов становится Да-да, я мигом Ох, а я что-то перегрелась от таких разговоров Мне тоже пора отдохнуть Пока Мишка ест, послушаю-ка я песню О, вот это Весь мир нарисован зеленым и синим И Солнце протянет вам золото нить А эти дороги, как тысячи линий Которые можем мы соединить Дорога к солнцу Сквозь дни и ночи По ней идем Все дальше ты и я Дорога к солнцу Всегда короче Тогда с тобою рядом верные друзья Есть и си и краски А значит понятно Тот цвет можешь выбрать Себе ты любой Пока на планете Есть белые пятна Мы можем их вместе Раскрасить с тобой Дорога к солнцу Сквозь дни и ночи По ней идем Все дальше ты и я Дорога к солнцу Всегда короче Пока с тобою рядом верные друзья Дорога к солнцу Сквозь дни и ночи По ней идем Все дальше ты и я Дорога к солнцу Всегда короче Пока с тобою рядом верные друзья Дорога к солнцу всегда короче, когда с тобою рядом верные друзья. О, а вот и верные друзья появились. Ну что, Миша, поел? Да, мама права. Суп очень вкусный, особенно когда тепленький. Ты не передумал звонить руководителю своего кружка юных физиков? Нет, что ты, батарейка. У меня еще больше энергии после обеда. Хорошо, набираю номер. Алло. Здравствуйте, Клим Дмитриевич. А, Миша, привет. Я тут почитал книжки. Книжки. Да если бы не шоколадка. Тихо ты, батарейка. Скажите, Клин Дмитриевич, откуда на солнце энергия? Видимо и правда много книжек прочитал. Ты, конечно, знаешь, что солнце это звезда. То есть огромный раскаленный шар, который во много раз больше нашей планеты. Из-за этого ядра легких газов там сталкиваются, сливаются и выделяется очень много энергии. Это называется термоядерный синтез. Ого-го! Термоядерный! А как эта энергия до Земли доходит? При такой температуре, как на солнце, любое тело начинает светиться. Совсем как нить накаливания внутри обычной лампочки. Так вот, солнце излучает свет во все стороны. Он долетает и до нашей планеты. Его настолько много, что даже с такого расстояния, как от Земли до Солнца, мы не можем смотреть на него напрямую. Глаза заслезятся. Частички света, они называются фотоны, не имеют массы. То есть они очень легкие. Поэтому несутся к нам с огромной скоростью. Скоростью света. Когда свет долетает до Земли, энергия фотонов поглощается поверхностью. То есть сначала воздух, потом почва. И все, что на ней находится, принимает энергию Солнца и нагревается. Даже мы? Люди? Именно так. А если мы получим чересчур много этой энергии, то что тогда будет? Тепловой удар будет. Это немного похоже на ощущение, когда ты заболел и у тебя высокая температура. Слабость, голова плохо работает. Поэтому лучше на Солнце часами не находиться. Солнечный удар вообще это тысячи частиц, которые летят от Солнца, бьют нас в макушку и отдают нам свою энергию. Кстати, от Солнца летит разный свет. Мы видим только часть его. Это оттенки от фиолетового до красного. Ты же любишь рисовать? Понимаешь, о чем я говорю? Так вот, свет за границами этого цветового диапазона мы не видим. Но он есть, и его можно почувствовать. Например, часть солнечного излучения вызывает загар. То есть загар – это кусочки Солнышка? И они на нас садятся? Забавная версия. Настоящие кусочки Солнышка называются солнечный ветер. Это частицы с массой, которые разлетаются от Солнца во все стороны. А если их слишком много, то тогда на Земле образуются магнитные бури. Эти частицы несут очень много энергии. И если бы магнитное поле Земли их бы не останавливало, они бы сожгли все на поверхности нашей планеты. А так у нас есть щит, который останавливает этот опасный солнечный ветер. Клим Дмитриевич, а что это получается? Если Солнце постоянно отдает свои частицы, то они же ведь когда-нибудь окончатся? Что тогда будет? Мы ведь сразу без света останемся. На нашем веку такого не случится. Солнце светило миллиарды лет до нас и будет светить еще миллиарды лет. Но когда перестанет, планета Земля потеряет основной источник энергии. Именно Солнце доставляет на Землю энергию, благодаря которой вода испаряется в воздух и выпадает потом в виде дождей. Нагревает воздух, из-за чего он начинает двигаться. А молекулы создают химические связи друг с другом на солнечном свету. Растения без Солнца тоже не могли бы получать энергию и развиваться. Так что Солнце находится далеко-далеко от нас, но оно очень важно для всего, что происходит на нашей планете. Ведь оно дает всему нашему окружающему миру энергию. Поэтому человеку очень важно научиться ее принимать и преобразовывать. Ну ничего себе! А как нам эту солнечную энергию поймать? Можно использовать солнечные батареи. Они ловят свет и преобразуют его в электрический ток. Но лучше человека научились ловить свет растения. Они принимают энергию света, растут, потом отмирают. И можно сказать, что через миллионы лет энергия Солнца превращается в химическую энергию нефти и газа. Энергию нефти и газа. Спасибо, Клим Дмитриевич! До свидания, Миша! Ну что? Все понял, Мишенька? Если честно, то нет, батарейка. Но мне было стыдно задавать много вопросов. А то Клим Дмитриевич подумает, что я совсем ничего не знаю. И что же ты не понял? Как это растения, получая энергию света, растут, потом засыхают, а через миллионы лет энергия Солнца превращается в химическую энергию нефти и газа? Вообще ничего не понял. Причем тут растения и нефть с газом? Ха! Если ты в шестом классе этого не знаешь, объясняю. Многие современные ученые считают, что нефть и газ возникли на нашей планете миллионы лет назад из-за станков древнейших растений и животных. То есть они разлагались в почве и превращались в эту маслянистую темную жидкость и газ? Да-да. Поэтому на нашей планете месторождения нефти и природного газа соседствуют. И часто можно одновременно добывать и то, и другое прямо в одном месте. И что, Газпром добывает нефть тоже? А ты не знал? Ну, конечно! Эта компания занимается не только газом, но и нефтью, а еще электрической и тепловой энергией в наших городах и селах. Не зря она считается крупнейшей в России. Что б я без тебя делал, батарейка? Ничего бы не знал. Это дружба, Миша. Солнечный зайчик, зайчик ничей, зайчик без гвоздика, зайчик без душей. Солнечный зайчик, зайчик ничей, зайчик без гвоздика, зайчик без душей. Солнечный зайчик пляшет везде, пляшет на зеркальце, пляшет на воде. Щелкал зубами солнечный волк, только вот зайчика он поймать не смог. Загадки большой энергии После всего этого мне опять есть захотелось. Точно! Как я мог забыть? У меня же шоколадка в холодильнике лежит. Она, наверное, уже приготовилась. Знаешь, Миша, я тут в интернете один видеоролик посмотрела, закачаешься. Опять ты без меня в интернете сидела, батарейка. Да ты только послушай! Там как раз о том, как с помощью шоколадки эксперимент провести. Опыт? Это я люблю. Какой? Мы сейчас посчитаем, как быстрая энергия солнца распространяется. Ого! Это мы скорость света узнаем? Да! Давай уже скорее начнем. Что нам понадобится? Солнце, окно, секундомер. Спокойствие, друг мой. Не торопись. Мы же не твою скорость измерять будем. Шоколадка у нас уже есть. Еще нам нужны всего-навсего микроволновая печь. Она тоже в наличии. И линейка. Ах! Все! Все! Эксперимент отменяется. Нет линейки. Всем пока! Как это нет линейки? А где она? Посмотри, какой у тебя беспорядок в комнате. Спокойствие, друг мой. Линейка у меня в рюкзаке. Я всегда ее ношу в школу на математику. О, вот же она! Вот, нашел! Ну ладно, начинаем. Нам нужно будет с тобой нагреть шоколадку в обычной микроволновой печи. Ты же, надеюсь, знаешь, что в микроволновке находятся микроволны. То есть свет. Там, где он сильнее, возникает тепло. И шоколадка расплавится кое-где прямо до дыр. Мы померяем расстояние между этими дырками в шоколадке и посчитаем скорость, с которой бегут микроволны. Это и будет скорость света. Ух ты! Пойдем быстрее на кухню. Погоди, не спеши. Почему? Сейчас техника безопасности. Ну вот, прям как в школе. Слушай внимательно. Во-первых, нельзя пользоваться микроволновой печью самостоятельно, если не разрешили родители. Я взрослый, мне мама разрешает. Во-вторых, туда нельзя класть меня, батарейку, и любые другие несъедобные предметы, и некоторые съедобные. Нужно прочитать инструкцию и самому туда просто так не залазить. Я серьезно говорю. И меня сломаешь, и микроволновку. В-третьих, нельзя включать ее, когда внутри ничего нет. Потому что она будет использовать свою энергию против себя и сломается. Придет папа. Что-все, я понял. И последнее правило. Нельзя ставить в микроволновую печь посуду с блестящими узорами и сделанную из металла. Ну хорошо, хорошо, давай начинать опыт. Неси свою шоколадку. Вот она. Эй, ты ее не съешь всю. Я только маленький кусочек. Итак, продукты в микроволновке нагреваются микроболнами. Поэтому она так и называется. Эти волны называются стоячими. То есть в одних местах волна греет сильнее, в других слабее. Поэтому внутри такой печи должна вращаться тарелка. Это нужно для того, чтобы еда нагревалась равномерно. Точно. Я видел, когда я разогревал сегодня суп, как там внутри все крутится. Но нам наоборот. Не надо, чтобы подставка вращалась. Поэтому мы достаем ее. Положим шоколадку внутрь. Но только без обертки. Потому что блестящая фольга – это тончайший металлический лист. А металл противопоказан для микроволновки. Итак, кладем все, что осталось после Миши от шоколадки, на листик бумаги. И ставим прямо на нижнюю поверхность микроволновки. Главное, чтобы наш листик там не крутился, а лежал спокойненько в одном месте. После этого мы включим печь на 20 секунд. А какую мощность выбрали? Максимальную, то есть самую большую. Уже почти готово. Достаем. Что теперь? Видишь дырки в шоколадке? Нужно измерить расстояние между ними. Бери линейку. О, 6 сантиметров. Отлично. Теперь надо умножить это число на 2. 12 сантиметров. Это длина той волны, которая находится в микроволновке. Теперь умножаем это число на 24 с половиной. Почему на 24 с половиной? В видеоролике сказали, что это частота микроволн. Ну, так надо. Сейчас я на своем калькуляторе посчитаю. Ну, сколько? Сколько у тебя получилось? Двести девяносто четыре. Двести девяносто четыре тысячи километров в секунду. Это и есть скорость света? Да. А на самом деле она еще чуточку больше. Ого. Это же намного быстрее, чем самолет. И даже чем ракета. В тысячи. И даже в миллион раз быстрее. Вот это я понимаю скорость. Энергия Солнца – это, наверное, самая быстрая энергия в мире. Ну, и электрическая еще, конечно. Загадки. Загадки. Большой энергии. Большой энергии.